Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я вам показывал, как изготавливается вот такой стример. На основе использования перьев, которые остаются из скальпа джунглевого петушка, можно изготовить бесконечное множество стримеров. Давайте изготовим один из них. Итак, я подготовил крючок, это у меня крючок пайковый для щуки, единичка. Я его изготовил не за цепляечкой и огрузил свинцом, так чтобы у меня огрузка составляла где-то порядка 2,5-3 граммов. Для того, чтобы можно было спокойно забрасывать ультралайтом или другим спиннингом. Немножко промажем у загиба клеем. И для хвостика нам понадобится, вот я буду использовать остатки вот такого пера. Я сделал вот такой вырез, который мне практически бесполезен был в остатках тех перьев. Точно так же мы с вами можем сделать еще один вырез, еще один и еще один. Ровно столько, сколько нам необходимо, допустим, для изготовления нашего хвостика. То есть я вам просто с вами делюсь, как можно использовать дополнительно еще этот материал. Длина хвостика такая чисто символическая, поэтому конкретно что-то о его длине сказать очень сложно. Почему? Потому что все зависит от величины тех перьев, из которых вы будете изготавливать для себя боковое крыло. Вот мы закрепили хвостик. Для того, чтобы немножко его приукрасить, я возьму плоский голографический люрекс и добавлю пару прядей с одной стороны и пару прядей с другой стороны. Пряди немножечко длиннее должны быть, чем наш хвостик. Столько будет достаточно. В качестве изготовления тела я буду использовать, как я уже неоднократно показывал, вот такую тесьму, которую я приобрел в галантерейном магазине. Если по каким-либо причинам у вас нет, можете заменить даббингом, так как я изготавливал одну из мушек. Крепим так, чтобы у нас не было ступенек почти до крепления пера. Промотаем аккуратненько место перехода свинца и нашу нить возвращаем там, где наш свинец закончился. Сделаем один узелочек, чтобы нить наша не убежала, и будем изготавливать наше тело. Без всяких армирований, без обматывания проволоки. Несмотря на то, что это изготавливается на нашу щуку, все равно этого будет вполне достаточно, так как мы нашу синель будем садить на клей. Если у вас есть желание, пожалуйста, можете использовать обмотку проволокой. Промажем не сильно интенсивно, но вполне достаточно, так чтобы хватило для крепления нашей синели. И выполним обмотку. Не забываем о том, что при каждом наматывании желательно подкручивать нашу тесьму, так как она имеет свойство распускаться. Она сама по себе достаточно крепкая, уже проверенная. Поэтому я стараюсь уже не армировать, тем более эта часть тела у нас будет находиться внутри нашего стримера. И не всегда заметна нашему хищнику. Доходим до крепления, окончания крепления свинца. Край поднимаем вверх. Закрепим и остатки наши отрежем. Для изготовления крыла я подготовил парочку перьев. Вот они у меня с опушечкой. Одни, один и второй. То есть два симметричных пера. Так, чтобы их длина у меня доходила приблизительно до загиба или же до середины нашего хвостика. Отмеряю пальцем, сколько мне необходимо. Удаляю немножко опушку. Остатки отрезаю. Примеряем еще раз длину. Вполне достаточно. И подготавливаю также второе перышко. Как вы видите, они абсолютно два одинаковых. Только одно левое, второе правое. Я специально выбирал так, чтобы они у меня вышли из центральной части скальпа. Чтобы не приходилось мне выбирать наклон моего пера. Подхватываю перо. С одной стороны смотрю его длину. Если меня она не устраивает, подгоняю покороче. Вот такая длина меня вполне устраивает. Подхватим, но не закрепляем до конца. Прикладываем со второй стороны. Подровняем, как у нас должно быть, чтобы они были симметричны. Вот приблизительно должна выйти вот такая конструкция. То, что они разъехались у нас немножко, это не страшно, потому что при последующей вот такой обмоточке окончательной нашего пера, они у нас станут поближе к телу. Удаляем остатки, чтобы нам не мешали. И переходим к креплению второго такого же крыла. То есть, я подготовил уже немножечко поменьше второе крылышко, так, чтобы оно у меня немножко закрывало первое. Совсем-совсем-совсем немножко. Уберем те, что нам мешают. Вот где-то приблизительно столько. Одно перо. И подготовим сразу второе такое перышко по длине. И закрепим второе. Следим за тем, чтобы нить не утянула наши перышки. Теперь хорошо промотаем место крепления. Посмотрели, все нас устраивает слева, справа. Да, все устраивает. Аккуратно теперь удаляем все остатки наших перьев. На место крепления я, как обычно, наношу капельку клея. И пока еще ничего мы с вами не закрепляем окончательно. Для щечек можно использовать как, допустим, люрекс, так и вот я подготовил два глазковых перышка из джунглевого петуха. Возьмем теперь, установим с одной стороны и с другой. Я установил щечки из джунглевого петушка с одной и с другой стороны. Добавил пару прядей плоского голографического люрекса сверху. И теперь для завершения нашего стримера нам необходимо будет вот у меня имеется вот по остаткам вот такое оранжевое флюо-крыло. Перо я возьму щепоточку для того, чтобы обозначить горлышко моей мушки. И еще нам с вами понадобится перышко для того, чтобы выполнить небольшую опушку. Совсем-совсем-совсем небольшую. Переворачиваю крючок и притяжной петлей я подхватываю перо. Вот. Подхватили. Столько так, чтобы только-только обозначить. Сильно можно и не стараться. Количество не имеет значения. Главное, чтобы только немножечко было видно. Подхватим. И для опушки мне необходимо вот такое перышко флюо-шартрес. Можно выполнить опушку черным, гризли, белое, зеленое. То есть, как вы захотите. Можно желтым. У нас раздражителей для нашего хищника уже и так больше, чем достаточно. Хорошо закрепим наше перо. Промотаем место, где оно будет проматываться. И оставляем нить у колечка. И буквально вот сколько позволит величина наших бородок. Пару-тройку оборотов больше можно и не стараться. Столько будет, два оборота будет вполне нам достаточно. Крепим наше перо. удерживая вот так немножко наверху перо, мы его подхватили с вами. И теперь переводим нить к тому месту, где нам необходимо формировать головку. Уводим аккуратно, не нарушив нашу мушку все перышки и здесь окончательно промотаем и изготовим головку. Сформировали головку, нанесли капельку лака, еще конечно необходимо будет хорошо пропитывать. И вот такой стример, который довольно-таки хорошо работает по щуке, судаку, жереху, это уже проверено. Про окуня я даже не говорю. Пробуйте, экспериментируйте с цветами, с рассветкой, с величиной. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!